СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда увидели в дни новогодних каникул изобилие техники на улицах. И что особенно удивительно, машины не просто сдвигали снег в сторону. Как к этому все привыкли. Они чистили обочины и снег вывозили. Вывозим снег каждую ночь. Стараемся для жителей нашего города. Я с 7.30, это 6. Водители уборочной техники немногословны. Говорить некогда. За ночь им предстоит выполнить серьезный объем. Работают две смены. С 8 утра до 16 часов и с 10 вечера до 6 утра. Накануне вечером на линию вышли 47 единиц техники. Часть машин – собственность предприятий, выигравших конкурс. Часть – нанятых. В ближайшие дни ситуация изменится. До 20 января в город придет техника, приобретенная в Лизинг. Компаниями «Правовед» и «Бийский экспертный центр». Это будет совершенно новая коммунальная техника. Источник приобретения – это их собственные средства. То есть независимо от администрации данные компании осуществляют обслуживание города. Контракт с «Правоведом» и «Бийским экспертным центром» на содержание ремонта дорог заключен на два года. Стоимость его более 170 миллионов рублей. Если компании не будут справляться со своими обязанностями, контракт будет разорван. А самим организациям придется заплатить 17 миллионов рублей. Это обеспечение исполнения обязательств по договору. Так что работать спустя «Рукаванова» испеченным дорожникам невыгодно. Что касается того, имели ли право они вообще участвовать в данном конкурсе, то здесь, по словам Андрея Тарана, никаких нарушений нет. Нами были запрошены документации из ЕГРЛ. Среди прочих разрешенные виды деятельности, как уставной документации, так и учредительных документах в иных, было осуществление услуг по очистке дорог. То есть эти компании подготовились к конкурсу. Остается добавить, что сейчас в Наукограде готовится другой конкурс на содержание объектов благоустройства и озеленения. Традиционно в «Бийске» эти работы проводил «Зеленстрой». Видимо, ему придется основательно подготовиться к аукциону, дабы на смену ему благоустраивать парки и площади не пришли, например, банкиры. А как показывает практика, получиться у них может это гораздо лучше. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.